Провал на Зоопарковой. Сегодня посреди дороги провалился грузовик с полуприцепом. В рыхлый после ночного дождя глине погрузили колеса. Обошлось без пострадавших. На помощь грузовику прибыл автокран, но он также застрял. Освобождать проезжую часть пришлось очевидцам. Провалилась машина грузовая. Подъехал автокран. Автокран провалился. Люди вручную таскали подсобные щебень, кирпичи, обломки, коряги. Все, что могли найти. Кое-как вытащили. Но не дай бог, если легковая машина попадет. Раскопки на Зоопарковой уже не первый месяц приносят неудобства жителям окрестных домов и офисов. Еще в мае здесь начали ремонтные работы. Прокладывают водопровод и канализацию. Перерыта вся улица. Закончить ремонт по плану должны были еще в середине июня. Однако работы даже не приближаются к финишной прямой. Нас попросили, что в течение недели вот здесь все будет обратно закопано, выровнено и не будет никаких ям. На сегодняшний день мы имеем уже второй месяц о том, что всю эту грязь мы затаскиваем себе на территорию. Но что самое важное, вот сегодня провалилась уже одна машина. И никто не знает, будет заезжать наша машина или идти будет работник. Провалится оно здесь или нет. Разрыли, исчезли. Пытались их найти. Кому только не жаловались, жаловались в горсовет. В горсовете пообещали навести порядок. Это обещание было высказано две недели тому назад. И вот до сих пор то и дело провалы, начиная оттуда до сюда, подсыпая мусором, ну все подручными средствами. В течение этого месяца отмечают люди, рабочих на месте вообще не видели. Отмечу, что на Зоопарковой помимо жилых домов, офисных зданий и энергохозяйства располагается подстанция скорой помощи. А два месяца назад здесь чуть не случилась трагедия. Рабочего засыпало землей в траншее. К счастью, травмы у мужчины оказались нетяжелыми. Субтитры создавал DimaTorzok